Бисмилля рахмана рахима, الحمد لله, رب العالمين, صل الله وعلى سيدين محمد وعلى آله وصحبه جمعين А мы بعد продолжаем читать книгу Ибн Касима Аль-Гази У нас сегодня второй урок по вопросам, посвященным намазу, молитве Сегодня будем изучать вопросы, связанные с условиями обязательности намаза То есть при каких условиях намаз является обязательным для человека И некоторые сунаты намаза Некоторые намазы сунаты Фас-Слюн раздел И условия обязательности намаза, этих условий три То есть существует три условия, если они в человеке есть, то намаз для него обязательный Первый из этих условий Ислам Намаз не является обязательным на изначальном кафире То есть куфары В плане того, был в человеке постоянен куфр или он прорывался и человек становился мусульманин Делятся на две группы Кафир Аслий Это тот кафир, который никогда не принимал ислам И Муртад Это кафир, который был мусульманином, но потом совершил ее расступничество Пусть Аллах нас от этого сохранит И поэтому тот изначальный кафир, который никогда не принимал ислам На нем не обязательный намаз В том смысле, что с него в первую очередь не намаз требует, а требует с него шагаду Но если он умрет в этом состоянии своего куфра То он будет наказан и за свой куфр, и за то, что он не совершал намаз, не постился и так далее Согласно шарицкой Акэде Согласно позиции Джумгуру в Усули Аль куфар мухаттабу на бифруя шария То есть мухаттабы, эти куфары, к ним обрещен шариат К ним обрещен шариат со всеми его законами И поэтому, если они это не делают, то они в Ахирате будут наказаны за это Но фалятаджибу в данном случае имеется в виду, что они не могут его совершать То есть их куфр подобно отсутствию омовения И поэтому они должны принять ислам Потом на них будет намаз обязательный В том смысле, что они могут его совершать И этот кафир, когда он уверует, он не обязан восполнять те намазы, которые были пропущены в состоянии куфра Почему? Потому что человек, принимая ислам, все его грехи прощаются В том числе пропущенные намазы Что касается муртада, то обязанность на нем намаза лежит И он обязан восполнять их, когда вернется в ислам Но опять-таки, с муртада тоже мы не говорим Ему в первую очередь, делай намаз Мы ему говорим, уверуй в ислам То есть, прими ислам Но муртад, в отличие от кафира Обязан восполнить то, что было пропущено из его намазов в состоянии ридды Веростопничества Второе, альбулух, совершеннолетие Намаз не является обязательным для сабии То есть, это ребенок, не достигший половой зрелости Это девочка в этом состоянии Соответственно, совершеннолетие бывает Либо три есть признака совершеннолетия Либо возраст То есть, 15 лет по солнечному, по лунному календарю Либо ихтелям, это полюция Либо хайда, либо начало месячных, это у девочек То есть, наличие этих вещей говорит о половой зрелости совершеннолетия Но им повелевают совершать намаз, начиная с 7 лет Если они достигают возраста тамиза То есть, возраста Как ученые объясняют, это тамиз Это когда человек понимает обращение к нему Способен ему ответить Как тебя зовут, он отвечает Сколько тебе лет, он отвечает Что ты делаешь, он отвечает Или ты ему говоришь, делай это, он это делает То есть, такого возраста, возраст тамиза То есть, меняемости ребенка Когда он способен понимать, что от него хотят И делать то, что просит, и разговаривать Обычно это бывает с 7 лет Но 7, в данном случае, это галебан, чаще всего А требуется от нас тамиз И бьют их заставление этого После исполнения полных 10 лет То есть, когда полные 10 лет по лунному календарю исполняется Их можно побивать, то есть, наносить им удары Легкие, не ранящие их И ничего не причиняющие им серьезный вред За оставление выполнения намаза Значит, в чем здесь мудрость В установлении повеления намаза Хотя они не являются еще мукалевами В том, чтобы, когда они достигнут Половой зрелости Они были подготовлены К самому важному своему бодату К намазу То есть, их надо учить не только намазу, но и омовению И не только просто намазу На намазу со всеми арканами Также на омовению со всеми арканами Также их надо обучать Значит, призывать их поститься В месяц с Рамадан, чтобы они тренировались Обучать их основам исламом Основам знания пророки Алейхи саляту ассалям Ас-вассалит, это третье условие Аль-Аклю-разум Фаля-таджибу али-маджнун Намаз не является обязательно сумасшедшим Ва-кавлю-ху его слова Ва-ху-ахадут-таклиф И это, то есть, разум Является Особ, сутью Как бы определением Таклифа Сапьетун фибаады и нусахи л-матни Они отсутствуют В некоторых Некоторых текстах Этого матна Значит, таклиф Это именно от слова кульфа То есть, те религиозные сложности Которые Аллаху саляту али возлагает На своих рабов То есть, намукалев Это тот человек В ком есть эти условия В виде того, что он Совершеннолетний Разумный Здоровый И до него дошел Дагва Дошел призыв ислама Это, что касается Тех условий При присутствии которых Человек обязан совершать намаз Также, соответственно Если человек Не совершил вовремя намаз То он обязан Этого намаза Восполнить Вассадавату аль-маснунату Дальше шех Переходит к некоторым Сожелательным намазам Так как мы Обязательные Пять намазов Перечислили В прошлом уроке Здесь шех Как добавление Сунут намаза Перечисляет Вассадавату аль-маснунату Вафибаадин нусахи аль-маснунат Хамсон Их пять Аль-Идани Это два праздничных намаза А есть салаты Салаты Идальфитр Ва Идальадха То есть Праздничный намаз Разговления И жертвоприношения То есть Ураза байрам И курбайн байрам Как по-русски называют их Валь-кусуфани Ай-салят Кусуфи Это два намаза Затмения То есть Солнечного затмения Лунного затмения Валь-ис-тиска Ай-салят То есть Намаз О Неспослании дождя Васунану Табиатулей Фараиди Дальше Тут сунуты Которые следуют За фараидами За обязательными намазами Вай-юаббару Анга айдам Бисунты Ратиба Эти сунны Называют Сунну Ратиба Или Сунну Раватиба То есть Это сунуты Которые связаны С обязательными намазами Вахия Саба'ата Ашара Рака'атам Это 17 рака'атов Рака'ата Аль-Фаджри Два рака'ата Перед Фаджрам И желательно Еще Перед После совершения Желательного Двухракатного намаза Перед Фарзам Желательно Полежать На правом боку Два рака'ата Ашара Говорят Между Магрибом Между Азаном И Магрибом Должен быть Минимум времени То есть Из этого Некоторые из них Говорят о том Что нежелательно Два рака'ата Между Азаном И Магрибом И более того Говорят что То есть Это связано с тем Что надо быстро Это сделать Но некоторые Алимы Мухакки Такие как Ибн Абедин Среди ханафитов Говорят что Если эти намазы Будут быстро Делаться То можно Два рака'ата Перед Магрибом Сделать И на одном Из них Делают Нечетным То есть Имеется ввиду Два рака'ата Сунната После Иша И один рака'ат Витру намаза Один рака'ат Витра Это наименьший Но он является Хиляфу Лауле Как Фахачат Байджури Сказано То есть Лучше Так не делать Лучше Минимум Делать Три Но не является Мокругом Как В отличие От того Как В некоторых Книгах Это сказано Таких Как Кифат Лахья Уактар И больше Всего Витру Ихта Ашара Таракат Это Один Из Таракатов Это Наимаксимальный Витр Ва Вакт У Байна Салат И И Ват У Фад Значит Время Совершения Намаза Витр Это Между Ишей И Фад Если Человек Совершит Витр Намаз Перед Ишей То Иша Настала Но Он Еще Сам Ишу Не Сделал Витр Сначала Будет Это Преднамеренно Либо Это По Забывчивости Этот Намаз Этот Витр Не Засчитывается Потому Что Он Должен Быть Совершен Именно После Иши Варат Буль Муаккаду Миндалека Куллиги Ашара Ракаат Обязательными Самыми Желательными Ратибатами Из этих Перечисленных Ивляется Десять Ракаатов То есть Устанев Здесь Делит Ратибат Именно Муаккад Игейр Муаккад Значит Это Ракаата Кабля Субхи Это Два Ракаата Перед Утренним Намазом Вараката Ни Кабля Зухри Вараката Ни Ба'дага Два Ракаата До Зухри После Зухра Вараката Ни Ба'дал Магриб Два Ракаата После Магриба Вараката Ни Ба'дал Два Ракаата После Иши То есть Если Человек Не хватает Сил Полноценно Делать Ратибут Хотя Бо Делать Их Таком Количестве Дальше Шейх Переходит Тем Сунутам Намаза Которые Не Связаны С Выполнением Фарзов То есть Это Не Раватибы И Три Нафиля Которые Крайне Желательны Они Не Связаны С Фарзами То есть Они Не Сопровождающие Фарз Намаз Ахедва Первый из них Салят Это Ночной Намаз То есть Имеется Ввиду Тагаджуд Тагаджуд Намаз И Который Совершается Между Ишей И Фаджрам И Он Должен Сопровождаться Сном То есть Человек Должен Хотя Бо Поспать Не Важно Какое Время Минимально И После Этого Совершать Ва Нафлю Мутлаку Фил Лейли Любой Нафль Намаз Совершенной Ночью Он Лучше Любого Нафля Просто Нафля Совершенного Днем Затем Лучше Намаз Это В середине Ночи Затем В конце И Так Далее Это Те Которые Делят Ночь На Три Части То есть Начало Середина И Конец То есть На Лучше Ночь Если Сравнивать Тагаджуд Намаз И Витр То Лучше Сделать Витр Сначала Тагаджуд Потом Витр Но Это В отношении Человека Который Ну Обычно Просыпается На Тагаджуд Просыпается До Наступления Фаджра И Соответственно У него Витр Не Пропадает Такому Человеку Желательно Именно Сначала Делать Тагаджуд Намаз Когда он Встанет Затем Витр Закончить День Витром Но Если Человек Иногда Просыпает Тагаджуд Намаз Не Встает На Него И Есть Вероятность Опасность Что Его Витр Пропадет То Ему Лучше Делать Витр Сразу Поэтому У Арифа Билля Познавшего Аллаха Сави Ла Кадли Кудес Сир Спросили Почему Он Делает На Витр До Не Перед Фазером А Сразу После Иши Он Сказал Что Этот Факир Этот Мискин Не Доверяет Себе То Может Я Умру В этот День И Умру Не Совершив Витру Так Эти Праведники Познавшие Аллаха Относились К своему Абада Пусть Аллах Спанат Наделит Нас Их Баракатом И Даст Нам Хотя Б Тестичку Того Познания Которое Было У них Следующая Ватсани Второе Салят Уддуха Это Намаз Духа Который Совершается После Восхода Солнца То есть В начале Дня То есть Это Где-то Часов Часов Десять Одиннадцать Обычно Это Время Наступает И До Где-то За Полчаса До Зухра То есть Это Время Зуха Есть Так же Некоторые Шейхи Говорят Что Это То Самое Что Намаз Шрак Но Нахшбандийские Шейхи Говорят Что Нет Это Разные И Часть Фахихов Говорят Что Разные Намаз То есть Намаз Духа Это Отдельный Намаз Шрак Это Отдельный Наименьший Намаз Духа Это Четыре Раката Наимаксимальнейшее Его Количество Двенадцать Ракатов То есть Время Этого Намаза С Восхода Солнца До Его Зенита Как об этом Говорит Имам Навави Своих Книгах Тахкик И Своем Толковании На Мухазаб Имама Шррази Рахима Аллах Следующий Восход Следующий Намаз С Намаз Таравих Ваши Ваши Рахима 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 Значит Это Двадцать Рахима Которые Совершаются С десятью Тахима То есть По два Рахима Каждую Ночь Рахима Рахима Суннад Таравих Является Двадцать Ракатов Отношение То есть Иджимас Подвижников И Во всех Шафийских Книгах Написано Что Суннад Таравих Это Двадцать Ракатов Но Так как Это Именно Суннад А не Уаджиб И Поэтому Такой Обычай Идет В Дагестане И В Чечне В Ингушетии Что Совершается Восемь Ракатов Таравих Намаз Аллах Алим С чем Эта традиция Связана Но Так как Это Именно Суннад То Совершает Восемь Ракатов Или Двадцать То Лучше Чтобы Что-то Совершали Поэтому Предполагается Что Остальных Ракатов Человек Будет Дома Дочитывать Но Нет Такого Что Таравих Именно Восемь Ракатов Как Это Утверждают Современные Некоторые Течения Псевдо Ученые Таравих Это Двадцать Ракатов В отношении Эта установлена Иджма Но Сколько бы Человек Не сделал Хоть Два Раката Таравих Сделать Он Выполнит Иншаллах Сунну Соответственно В общем Пять раз Человек Отдыхает Между Этими Таслимами И Каждый Этих Двух Ракат Человек Будет Делать Намерение На Сунна Таравих То Я Делаю Намаз Намерение На Сунна Таравих Намаз Ау Кияма Рамадана Либо Выстаивание Рамадана То есть На Вейту Кияма Рамадан Я Совершая Намеренно Выстаивание Рамадана В Намазе Если Человек Сделать Два Четыре Раката Сразу С Одним Таслимом То есть Он Не Два Раката По Два А По Четыре Будет Читать Такой Его Намаз Не Будет Действителен Между Ишой То есть Она Совершается После Иши И Восходом Солнца Также Мы знаем Что Сначала Делается Иша Когда Выставиваются Таравих Затем Совершается Таравих Затем Совершается Намаз Уитар И Во второй Половине Рамадана В нем Читается Два Окунут Согласно Шифийцкому Мазгабу Пусть Аллах Сапан Атали Сделать Нас Из Выстаивающих Ночь Из Выстаивающих Таравих Намаз В Рамадане Из Выстаивающих Витру И Выполняющих Сунду Пророк На этом Мы Закончим Урок Следующий Урок У нас Связан С Условиями Намаза Шарайта Саля Альхамду